Празднование 220-й годовщины со дня рождения поэта Николая Языкова началось с литературно-музыкальной гостиной у Языковых. Классическая музыка наполнила гостиную неповторимыми звуками старинного рояля и гитары. Исполняли произведения известных композиторов, учащиеся педагоги детской школы искусств номер 7. А ансамбль «Жихарка» спел старинные песни села Калина в Катерингульского района. Они были записаны в ходе фольклорной экспедиции студентов. Сохранение народного творчества было одним из направлений творческой деятельности Николая Языкова. Известно, что в апреле 1838 года в газете «Симбирские губернские ведомости» была опубликована песенная прокламация. Одним из ее авторов стал Николай Языков. Это первый в истории русской фольклористики документ, который излагал научные принципы записи произведений народного творчества. Во-первых, то, что Николай Языков был славянофилом, это факт, который уже как бы... И не только он, а вся его семья была людьми, которые занимались сбором, сохранением, передачей традиционной русской культуры, прежде всего. Да, конечно, они записывали не только русские, но и Чувашский есть, и других националистов. Исследователи творчества поэта причисляют Николая Языкова к поэтам пушкинской плеяды. Он не только жил во времена, когда творил Пушкин, но и дружил с Александром Сергеевичем. Поэтому в юбилейный день открылась выставка «Красовались лубочные картинки Игоря Шеймарданова». Главный герой его работ – великий русский поэт. Мы же привыкли к Пушкину, это наше всё. Здесь такое лёгкое мировосприятие и лёгкое восприятие гения Пушкина. Шеймарданов, много, так сказать, приходясь в Михайловском, он прочувствовал всё. И он придумал, предугадал, прочитал, узнал, что мог делать Пушкин в течение тех двух долгих зим и лет, когда он находился в ссылке в Михайловском. Выставку сопровождал премьерный показ мультфильма «Русалка», где главным героем опять же стал Пушкин. Это первый из 52 сюжетов, которые будут входить в анимационный мультсериал «Пушкин и», так он называется. Первый эпизод был создан в 2022 году, но совсем скоро зрители увидят и все остальные. И как без праздничного угощения всех присутствующих угостили фирменным напитком по рецепту Николая Языкова, который он описал в стихотворении «Рецепт», а приготовил его сам заведующий музеем Олег Москаленко.